Смартфон Meizu MX4 Крышка выполнена из тонкого и гибкого пластика. Под крышкой находится разъем для карты MicroSIM. На тыльной поверхности находится окошко камеры и односекционная светодиодная вспышка. Лицевая часть корпуса полностью прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Над экраном находятся отверстия разговорного динамика, датчики и фронтальная камера. Под экраном сенсорная круглая кнопка. Она также выполняет функции индикатора событий. Из-за отсутствия аппаратных кнопок назад и меню возникают проблемы при работе с некоторыми приложениями. На верхней грани находится разъем для подключения проводной гарнитуры и кнопка питания. На правой клавишу регулировки громкости. Клавиши крупные, имеют пружинистый и отчетливый ход, легко находятся вслепую. На нижней грани располагается разъем microUSB и решетка вызывного динамика. Смартфон не защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Диагональ экрана, выполненного по технологии IPS, равна 5,36 дюйма, а разрешение 1920 на 1152 пикселя. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, высокую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и хороший цветовой баланс. К недостаткам – перенасыщенные, неестественные цвета. Качество экрана можно считать высоким. В плане звучания Metsu MX4 хорош. Здесь используется отдельный аудиочип. Единственный динамик смартфона выдает громкий, чистый на максимальном уровне громкости, в меру насыщенный низкими частотами звук. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 2 Мп, а тыловая – 20,7 Мп. Помимо автоматического и ручного режимов съемки, предусмотрены панорамные, портретные, ночной и более специфические режимы. Меню управления камерой обустроено непривычно, но отличается продуманностью и удобством использования. Камера подходит для документальной и для художественной съемки, даже при не самом хорошем освещении. Metsu MX4 работает в сетях 2G и 3G, а также поддерживает сети четвертого поколения LTE. Смартфон работает под управлением Android версии 4.4.2 и оснащен фирменным интерфейсом Metsu Flyme OS 4.0. Основные черты интерфейса – это лаконичность и сдержанность во всем. Нижний смарт-бар выдвигается вертикальным жестом снизу вверх. Верхняя панель уведомлений раскладывается в два этапа. Смарт-бар и панель навигации прорисованы аккуратно. При помощи жестов можно вызвать любое приложение. Некоторые функции выполняются только при помощи жестов, что не очень удобно. В целом, лаконичная компоновка разделов меню настроек позволяет легко выбирать и быстро перемещаться от раздела к разделу. Здесь нет отдельного меню приложений. Иконки всех установленных программ распределяются в перемешку с виджетами на рабочих столах. Дополнительных программ немного, но все они полезны. Смартфон оснащен новейшей однокристальной системой Mediatek MT6595 Octa-Core. Двумя гигабайтами оперативной памяти и 16, 32 или 64 гигабайтами флеш-памяти. Поддержки карп памяти нет. По результатам тестирования смартфон показал себя одним из самых мощных и производительных мобильных устройств на текущий момент. Несъемный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает до 8 часов 40 минут автономной работой в режиме просмотра видео и до 3 часов 45 минут в режиме 3D игр. Meizu MX4 – это лучшая модель серии, несмотря на увеличившиеся габариты и вызванные этим изменением неудобства. Смартфон может похвастаться симпатичным и стильным корпусом, отличным экраном, высокой производительностью и удобной оболочкой. Немаловажным преимуществом новинки перед флагманами других производителей является относительно невысокая цена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова